Добрый вечер! На календаре воскресенье, 19 марта, эфир общественного телевидения НКР продолжает программа «Вестник» сегодня в передаче. Правительство одобрило ряд годовых программ в различных сферах. Криминогенную статистику прошлого года представила журналистом генпрокурор республики. Стартовал танцевальный конкурс имени Елены Саркисян. Памятным мероприятием отметили в столице годовщину кончины священника Тер-Эммануила Вартаняна. В Степанакерте открылась персональная выставка художницы Тамары Марданян. Итак, подробности ряда событий недели. 17 марта президент Республики Арца в Баку-Саакен провел рабочее совещание, на котором были обсуждены вопросы перехода на новую экономную систему уличного освещения в Степанакерте. В совещании приняли участие премьер-министр Арай Каратюнян, другие должностные лица. Президент дал конкретные поручения руководителям компетентных органов. Итоги, проделанные в 2016 году системой прокуратуры работы, представил в понедельник на своей пресс-конференции генпрокурор Артур Мосиян. Он сообщил о том, что в прошлом году Арцах перешел на принятую в мировой практике систему учета преступлений. Поэтому рост числа преступлений лишь кажущийся. В отчетном году зарегистрировано 704 преступления. Увеличился показатель раскрываемости преступлений. В 2016 году он составил 96,6%. Нераскрытыми остаются 23 преступления, подавляющее большинство которых кража собственности и одно сексуального характера. В розыске находится 67 лиц. В минувшем году на 8 случаев увеличилось число особо тяжких преступлений, составив 14. Определенный рост зафиксированный по части тяжких преступлений. В целом же преступления этих двух видов, к счастью, составляют лишь 8,6% от общего числа. Имело место лишь одно убийство. А покушений на убийство и вовсе не было. Правда, статистика говорит об общем росте числа преступлений во всех районах и в столице в отчетный период. В 2016 году зарегистрировано 75 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, что почти вдвое больше предыдущего годового показателя. Впервые отмечены 12 случаев сбыта наркотиков. Также впервые за всю историю НКР конфискован столь большой объем нарковеществ – 10 килограммов. Увы, появились и новые опасные для жизни типы наркотиков. Количество преступлений, связанных с ДТП, составило 32 против 5 2015 года, в том числе 4 случая со смертельным исходом. Большинство – 571 лиц, совершивших преступления граждане НКР, 88 – Армении. 37 преступлений совершены в состоянии алкогольного опьянения, 62 преступления – женщинами. В соответствии с актом Национального собрания об амнистии по случаю 25-летия НКР, амнистированы в разной форме 182 человека. 16 преступникам в амнистии было отказано в силу соответствующих обстоятельств. Прокуратура Арцаха на основании соответствующего меморандума сотрудничает с прокуратурой Армении. В текущем году это сотрудничество начнется в том числе на уровне отделов. Отвечая на вопрос программы «Вестник», Артур Мосьян отметил, что по новой конституции полномочия прокуратуры не изменились и остаются прежними. Единственный новый пункт касается полномочия генпрокуратуры составлять иски по части государственных интересов, причем в исключительных случаях. Дело в том, что со стороны органов госуправления до сих пор, увы, не поступало соответствующих исков. На наш вопрос об уголовных делах в связи с апрельской агрессией Азербайджана прошлого года и сотрудничестве с омбудсменом НКР в этом контексте, генпрокурор констатировал наличие подобного сотрудничества. Генпрокуратурой возбуждено 64-томное уголовное дело о нарушении прав 700 арцахских граждан в ходе апрельской агрессии. Оказана юридическая помощь правозащитным организациям. По сведениям Артура Мусияна, Европейский суд по правам человека уже принял в производство 363 жалобы жертв апрельской войны. В основном это жители Талиша, Матагиса и Чартара. На наше предложение о разъяснительно-профилактических встречах в учебных заведениях генпрокурор отметил, что таковые бывают, правда, единичные. Однако в случае приглашения со стороны педагогических коллективов работники прокуратуры готовы к встречам и беседам со школьниками и студентами. 19 вопросов рассмотрело правительство на своем вторничном заседании. Девятку вопросов представил министр экономики Андроник Хачатриан. Правительство утвердило годовую программу мероприятий по экономическому развитию стоимостью в 17 миллионов драмов, предусматривающую содействие проведению и участию в международных форумах и выставках. Кабмин одобрил также годовые программы охраны использования памятников истории культуры, туризма. 240 миллионов выделяются на бесплатную трансляцию в Арцахе передачи общественных теле- и радиокомпаний Хенкаэра Армении, а также ряда ведущих телеканалов России. Увеличено с 10 до 30 мегаватт максимальная мощность малых ГЭС, что скажется и на тарифной политике. В этой связи глава правительства заявил, что будущее за солнечной электроэнергией и следует начать политику по строительству таких электростанций, тем более, что в Шушинском ремесленном училище начали готовить соответствующих специалистов. Члены правительства дали согласие на создание в Гадруцком районе историко-культурного заповедника Таяк. При этом была подчеркнута необходимость завершения аналогичного проекта в Гатчаванке. Министр сельского хозяйства Арам Махуян, помимо годовых сельхозпрограмм, представил технический устав в требованиях, обеспечивающих соблюдение гигиены на всех этапах получения и сбыта рыболовной продукции. 283 миллиона драмов предусмотрены на централизованные мероприятия по части Миноборнауки и Спорта НКР. В частности, планируется летний отдых школьников в лагерях Аспет, Цмакаох, в столичных школах номер 5 и 10, а также в лагерях Армении. Премьер-министр призвал уделить особое внимание развитию в Арцахе олимпийских видов спорта. Годовую программу культурно-молодежных мероприятий представила министр культуры Нарина Агабалян. В частности, в рамках программы Минкульта Армении «Культурная остановка» в Арцахе пройдет свыше полусотни мероприятий. Кроме того, запланировано улучшение условий зданий Республиканского и Шушинского историко-краеведческих музеев. Правительство одобрило также годовые программы по охране и воспроизводству фауны и по изучению недр. Заседание правительства завершилось дачей конкретных поручений премьером Араиком Арутюняном. Памятным мероприятием отметили в четверг годовщину кончины духовного пастыря Аскиранского района Тер-Эммануэла Вартаняна. Прекрасно душевно родным голосом провела вечер свояченица Тер-Эммануэля Заруи. Священник в миру Александр Вартанян гордился тем, что был первым в армянской апостольской церкви, носившим иное имя Христа Эммануэль, что в переводе означает «Господь с нами». Теплые слова о Тер-Эммануэле были сказаны духовным пастырем Арцаха. С Тер-Эммануэлем я познакомился много лет назад в Соединенных Штатах Америки. Когда мы собирали пожертвования для Арцаха, он тоже появился там. Оказывается, я знал его Баджанага, лет 40 был моим другом. Я о нем заочно слышал, но не был знаком. Когда он сказал, что он арцахский, я говорю, а что ты служишь в Америке? Приезжай к себе на родину. Он говорит, там можно? Я говорю, нужно. Он сказал, дайте мне 7 месяцев. И он приехал. Оставил свою благополучную жизнь, переехал в Арцах, включился в наш быт, стал служить нашему народу. Он очень любил свою силу Норшен. Он страшно любил. И всегда обращался ко властям. Нам нужна дорога, школа, церковь надо отреставить. Сегодня, слава Богу, это село процветает. И он видел, как восстанавливается его село. Его желание было очень удивительно и понятно. Если скончаюсь, похороните меня в моем родном селе с моими предками. Так оно и произошло. Вечер, хоть и был памятным, о Тере Мануэле говорилось исключительно в настоящем времени. Высокую оценку духовной и патриотической деятельности священника дал спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян. Устами самого героя вечера было рассказано о его непростом пути от солиста театра оперы и балета до духовного сана. С экрана и со сцены Тере Мануэля вспоминали его коллеги, друзья, родственники, в том числе свояченица Лала Мнацаканян, музыкант Геворг Мурадян, многие другие. Он овладел многими профессиями. Он был и слесарем, и плотником, и каменщиком, и маляром, и автогонщиком. Играл на многих музыкальных инструментах. Овладел четырьмя языками. Он прекрасно пел, конечно. У него был талант от Бога петь с красивым тембером. Мы когда часто обращались к нему, говорили Тере Мануэль, покажи свой талант нашим гостям. Он всегда, всегда был готов. Особенно он радовался, когда я ему говорил, надо пройти по окопам и молодых солдат благословить. Вот тут он радовался. Он говорит, ох, это мои дети, это мои защитники. Вот он часто посещал наш детдом. Очень любил детей. Когда я с ним приезжал туда, они добраться к нему на шею, чувствовалась вот эта связь. Он часто их привозил в церковь, куда-то возил. Музыкальные номера прозвучали в исполнении крестников отца Эммануэля, а также его самого. Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Пусть голова моя седа, не только грусть, мои года, мои года, мое богатство. Пусть голова моя седа, не только грусть, мои года, мои года, мое богатство. Тер Эммануэль много выступал с концертами и гастролями везде и всегда, оставаясь верным Родине и Богу. Но есть у нас и радостные мы, в нашем колене. Это день независимости Армении. Это день независимости, пусть маленькой, но нашей гордой Арцарской республики. Откуда все мы приехали? Это день освобождения Шуши. Это день нашей Арцарской армии. И вы знаете, я думаю, что это самый большой, ну не сказать, что подарок, а благодарение всем ушедшим от нас, сынам Армении и дочеревателям, убиенным во имя Иисуса Христа. То, что хоть маленький клочок Великой Армении, он освобожден. И мы все представители нашей прекрасной Арцарской независимой республики. Он, конечно, оставил очень яркий след в нашей жизни. Человек был очень колоритный, очень деятельный. Он все время должен быть в движении, работать, что-то делать, с кем-то говорить, куда-то ездить. Жаль, конечно, что он так мало прожил, потому что он мог бы еще очень-очень многое сделать. Упокой Господь его душу. Но он оставил, конечно, яркий след, и мы, конечно, всегда будем его помнить, молиться о нем. Поблагодарила Господа Бога и всех участников вечера жена Терри Мануэля Цовинар Мнацаканьян. Как жена священника и неотделимая часть Терри Мануэла, я хочу свое слово от всего сердца высказать перед вами. Я хочу громкогласно поблагодарить Всевышнего за то, что его мы с Терри Мануэлем нашли вместе на чужбине, далеке от Родины. Вместе начали идти по его пути. Вместе начали служить Богу и нашему родному народу. Всегда и во всем вместе. Дай Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула за божищем. Дай Бог, чтобы твоя жена тебя любила даже нищим. В минувшую среду Степанакерской картиной галереи состоялось открытие выставки художницы Тамары Марданян под названием «Традиция почитания предков». В первую очередь, конечно, я посвятила моему папе Марданяну Георгию Осиповичу, ну, Гурген Осипович. Дело в том, что, понимаете, меня давно волновала и тревожила такая тема, как корни. Корни, традиции, потому что, мне кажется, это основа для любой нации, для любого народа, за который они должны держаться. Без корней ничего не растет. И мы можем выжить, если мы будем держаться за наши корни, за наши традиции, которые складывались веками. Это наш долг. На выставке представлены портреты, сделанные как со старинных фотографий, так и ныне здравствующих людей, известных и самых заурядных. Именно это обеспечило успех задумке автора показать связь поколений. Столько восторга в моей душе, что я запинаюсь. Не знаю, как выразить свое чувство. Я очень до земли благодарен по Марье. Это великолепно. Здесь как бы остановилась эпоха. То есть прошлое, которое нас тепло окружило своим естеством. Все, что есть, эти картины, эти лица, это все, что, наверное, когда-то уже ушло, на которое оно существует в нас. Мы как будто столкнулись снова с этим. На вернисаже присутствовала министр культуры и по вопросу молодежи НКР Нарина Агабалян. Директор Степанакирского мус-колледжа Карина Дадамян с внуком Борич долго вглядывались в портрет заслуженной учительницы Седы Вердиевны, их мамы и прабабушки соответственно. Я получила огромное удовольствие. И мне очень приятно видеть вот столько портретов армянских женщин и мужчин с красивыми, благородными лицами. И сколько жизней в этих лицах. Тамара Марданян настолько вот этим привлекает, своими этими картинами, что именно ощущение живых людей на портретах. И я очень рада, что именно портрет этого самого Саят Новый, который висит в училище, ее работы и, естественно, моей мамы. Непосредственность и атмосферу эстетической высокости во время осмотра выставки создавали музыкальные номера государственной капеллы Арцаха. Вы смотрите программу «Вестник». Во вторник концертом был дан старт республиканскому танцевальному конкурсу «Грация» имени заслуженной танцовщицы и хореографа Елены Сергеевны Саркисян. Организатор конкурса – Степанокерский дворец культуры и молодежи. Своё название конкурс получил от имени созданного Еленой Саркисян ансамбля. Особый успех Елене Сергеевне принесла постановка спиндиаровского НЗЛИ, открыла концерт танцевальная группа «Грация» при Дворце культуры. Кстати, руководит коллективом племянница Елены Саркисян заслуженная артистка Татьяна Мирзаян, передавшая теплые слова в память о Елене Сергеевне, бессменного на протяжении многих лет руководителя госансамбля «Песни и танцы» НКР народного артиста Ашута Бабаяна, в коллективе которого первая профессиональная в Арцахе танцовщица, приглашённая из Баку, солировала 25 лет. Но зато она меня тогда в Баку ещё повела в балетную школу. Мы никогда не думали, что это может стать моей профессией. Я вообще сюда приехала на каникулы. А получилось так, что на каникулах поехала с ансамблем на гастроли и всё. Помню, как тётя Лена среагировала на это. «Ну что, ты точно решила, что будешь танцевать?» Я говорю, да, тётя Лена. Я нигде себя так свободно не чувствовала, как на сцене. Запомни одну вещь. Танцевать ты должна, вот именно в таком турне она говорила, «Если будешь танцевать, должна быть лучшей танцовщицей или танцуй вообще». Ты поняла? Поняла. Постоянно это не так, здесь подумай, здесь не так. И что главное, она хотела, чтобы я дошла до этого сама. Кстати, она также работала со своими ученицами. Не только показывала, объясняла. Но было очень важно, чтобы дети сами дошли до того, чтобы понять всю красоту танца. Танцы показали все коллективы, в которых пусть даже по совместительству работала Елена Саркисян. Она настолько вселяла в ученика уверенность, что он, поднимаясь на сцену, старался показать своё мастерство. Елена Сергеевна учила детей не только красиво танцевать, но и быть вежливыми, порядочными людьми. Уроки свои проводила на русском языке, иногда в шутливой форме говорила, что родители должны нам платить в двойном размере родознос, потому что мы учим детей не только красиво танцевать, но и говорить по-русски. Зарядить энергией – это была её отличительная черта. В ходе вечера тёплые слова благодарности сказали многие, кому посчастливилось работать с Еленой Сергеевной. Великая хорошая, порядочность, в ней всё есть. Всё самое хорошее в этой жизни было. Мы потеряли огромного богатства. Училище открылось в 2001 году и было новшеством для Карабаха. И всех интересовало, какие предметы преподает, кто работает. И мы все с гордостью говорили, мы работаем с Еленой Сергеевной. У нас работает Елена Сергеевна. Вот это было как бы визитной карточкой, что ли. Мы гордились, что у нас работала Елена Сергеевна. Значит, учебное заведение того стоит, потому что водить детей. На концерте, ознаменовавшем старт танцевального конкурса «Грация» имени Елены Сергеевны Саркисян присутствовали министры культуры и оборнауки Наринага Балян и Слава Асрян. Сам конкурс пройдёт в номинациях «Народный», «Классический» и «Современный танец». Заявки подало большое число танцевальных коллективов столицы и районов республики. Завершится конкурс 6 апреля гала концертом. Дорогие друзья, эфирное время программы «Вестник и стекло». Желаю школьникам республики интересно провести начинающиеся завтра недельные весенние каникулы. Встретимся ровно через неделю 26 марта. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова